Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на нашем канале! Сегодня я буду готовить песочные корзинки с белково-заварным кремом. Получаются они очень нежные и невероятно воздушные. Итак, приступим! Первым делом я испеку песочные корзинки. Для этого я взяла глубокую миску для замеса теста. Выкладываю туда размягченное сливочное масло или маргарин. Высыпаю сахарную пудру. Если у вас нет сахарной пудры, вы можете готовить на обычном сахаре. Просто сахарная пудра, она быстрее расходится в тесте и не остается таких вот мелких сахарных крупинок. Добавляю щепотку соли. И теперь перебиваю масло с сахарной пудрой до образования однородной массы. Вот такая воздушная масса у вас должна получиться. Теперь я добавляю 2 желтка и смешиваю их с маслом. Следующим этапом добавляем муку. Сразу всю муку не высыпайте, чтобы не забить песочное тесто. И добавляю 1 чайную ложку без горки разрыхлителя. Замешиваю тесто. Песочное тесто ни в коем случае долго нельзя вымешивать. Просто вот собираем в комочек, в однородный. Сейчас немного подпылю стой. На столе удобнее тесто собрать в одну кочку. И вот так очень нежненько я его домешиваю. Вот такое мягкое тесто у вас должно получиться. Теперь я его заворачиваю в пищевую пленку. И отправляю в холодильник на 1 час, чтобы тесто немножко подзастыло и мне с ним было проще работать. Прошел 1 час, я достала тесто из холодильника. Как видите, оно стало поплотнее. Теперь немного подпыляю стол мукой. Тесто сверху немного подпыляю мукой. И скалочку. И раскатываю тесто толщиной примерно 5-7 мм. Теперь беру вот такую вот формочку, в которой буду выпекать. И вот таким вот образом выдавливаю тесто. Аккуратно убираю краешки. И смотрите, что я делаю дальше. Аккуратно шпателем поддеваю тесто. Где остались вот такие неровности, их можно поправить вручную. Теперь беру форму. И вкладываю тесто в серединку. Сильно пальцами не придавливаю. Вот так. Немножко пальчиками разровняйте бортики, чтобы корзинка у вас получалась такая вот высокая. Все остальное тесто я разделываю таким же образом. Когда вы собрали оставшееся тесто в один комок, сильно его не вымешивайте, в руках не грейте. И много муки не подсыпайте, потому что вы забьете тесто мукой. У меня получается 10 корзиночек. Теперь я серединку вот так накалываю вилкой. Что делаю дальше? Я вырезала из пергамента вот такие вот квадратики. Я их вкладываю в серединку. И кладу туда горох. Делаю я это для того, чтобы корзинка сохраняла хорошо при выпечке свою форму и не деформировалась внутри. Теперь отправляю корзинки выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов на 12-14 минут. Ну что же, корзинки готовы. Теперь я подожду, пока они остынут и достану их из формы. Ну а пока они остывают, я займусь приготовлением крема. Для приготовления крема мне понадобится белок, сахар, ванильный сахар, горячая вода и совсем немножко лимонной кислоты. Для начала я начинаю варить сахарный сироп. Подробную раскладку я оставлю в описании под видео. И как рассчитать пропорции нужные на крем. У меня 60 грамм белка. Сахара я беру в 2 раза больше, то есть 120 грамм. И воды я беру в 3 раза меньше, чем сахара. То есть воды у меня 40 миллилитров. Я ее нагрела, чтобы сахар быстрее растворился. И теперь аккуратно перемешиваю, пока весь сахар не растворится. Сильно интенсивно не мешайте, чтобы брызги у вас не летели на стенки. Потому что, когда вы поставите сироп на огонь, вот эти капельки начнут пригорать. Сахар практически полностью растворился. Осталось всего несколько крупинок. И теперь я отправляю сироп на небольшой огонь. Сироп нельзя мешать. Закипает он очень быстро. Я жду, когда полностью вся поверхность его покроется пузырьками. Пенка, которая появляется сверху, ее нужно убирать. Пену нужно убирать для того, чтобы ваш сироп был прозрачный и чистый. Сироп уже хорошо кипит. И на данном этапе я добавляю совсем немножко лимонной кислоты. И хорошо перемешиваю. И с этого момента я уже контролирую температуру сиропа. Его нужно уваривать до 116-120 градусов. И пока сироп набирает свою температуру, я начинаю взбивать белок. Добавляю в белок щепотку соли и взбиваю до легкой пены. Я немного взбила белок и мой сироп уже достиг температуры 116 градусов. И теперь тоненькой строчкой я начинаю вливать его в белок. При этом продолжаю работать миксером. Масса получается очень горячая. Теперь я сюда добавляю 1 пакет ванильного сахара. И продолжаю взбивать на высоких оборотах примерно около 5-7 минут. Вот такой крем у вас должен получиться. Он очень стабильный, не растекается и прекрасно держит форму. Взбивала я его около 7 минут. Он практически остыл, но еще немножечко теплый. Все, и можно теперь украшать корзинки. Вот посмотрите, какие корзинки у меня получились. Они прекрасно достались из формы. Нигде не пригорели. Отлично пропеклись. И не деформировались при выпечке. Теперь я в серединку ложу примерно 1 чайную ложку яблочного повидла. Вы можете положить варенье или повидло. Такое, какое у вас есть. Или, например, нутеллу или шоколадную пасту. В общем, что захочет ваша фантазия. Теперь буду заполнять корзинки кремом. Я буду делать это с помощью вот такой вот насадки. У меня она называется 1Е. Я переложила крем вот такой вот одноразовый кондитерский мешок. И выкладываю его в корзинке. Изначально начинаю заполнять серединку, потом по краюшкам. И вот так поднимаюсь вверх. Этой порции крема хватает ровно на 10 корзинок. Вот, посмотрите, как он прекрасно держит форму. Крем стабильный. Не растекается. Не меняет свою структуру. Друзья, вот такие вкусные и невероятно красивые корзинки с белково-заварным кремом у меня получились. Как вы видели, готовить их не сложно, но результат того стоит. Ну, а мы вам, как всегда, желаем приятного аппетита. Оставайтесь с нами на нашем канале. Всем удачи! Всем пока!